Андрей, сегодня СМИ сообщили печальное известие. Скончался художественный руководитель театра Ленком, народный артист Советского Союза Марк Анатольевич Захаров. Каким мы, зрители, запомним его? Мы запомним его как гения театра и гения кино. Как человека с гражданской позицией, человека, который создал удивительный мир под названием Театр Ленком. Не театр, конечно, Ленинского комсомола, а именно Театр Ленком. Потому что ленинским комсомолом, конечно, там и не пахло. Особенно, конечно, после 1985 года. Марк Анатольевич Захаров – это свет и свежий воздух театрального мира, кинематографии, того вот этого перестроечного времени, 90-х годов. Да и сегодня, последние дни, вот этот спектакль «День опричника», который он сделал, это же просто яркое отражение вот той действительности, в которой мы пребываем. Это, конечно, безусловно, заслуга Владимира Сорокина, который написал. Но Марк Анатольевич Захаров, не побоявшись поставить его на сцене Ленкома, несмотря на всю его любовь с Путиным, с «Единой Россией», он ставит вот именно такой спектакль, как «День опричника», и вот он до сих пор идет на сцене Ленкома. Вообще, Марк Анатольевич Захаров останется надолго в памяти у зрителей, особенно все его работы и театральные, и кинематографические. Да, эти все известные фильмы «Формулы любви», тот самый «Минхаузен», «Обыкновенное чудо» и много-много других работ. Либо его спектакли, которые до сих пор идут на телевидение, там, новогодние праздники, этот «Безумный день» и «Женитьба Фигаро», либо «Юнон и Авось» – это вообще культовый просто шедевр, который невозможно вычеркнуть из нашей культуры. Это вот такой неотъемлемый пазл нашей отечественной культуры. Вот эта рок-опера «Юнон и Авось» – это же первый открыватель, который поставил эту рок-оперу на сцене российской, советской даже еще тогда. И нет, наверное, ни одного человека в нашей стране, который не знает строк из этого мюзикла, из этой рок-оперы «Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не забудешь». И самое главное, Марку Анатольевичу повезло в жизни на то, с какими людьми ему пришлось работать. Он сам гений, и его гениальность дополняли. И те актеры, с которыми он работал – это Инна Михайловна Чурикова, это Евгений Леонов, это и Александр Абдулов, Олег Янковский, Татьяна Пельцер, его дочь, замечательная актриса Александра Захарова. И, безусловно, эти великие актеры, они помогали воплотить его художественный замысел на сцене. И ведь, когда смотришь спектакль Захарова, и в записи, и на сцене, это всегда задевает тебя до глубины души. Это трогает твои струны и перехватывает горло, перехватывает дыхание от того, как он воплощает те произведения, которые написали эти великие сценаристы или великие писатели. Ведь еще, кроме Владимира Сорокина, работал и с Григорием Гориным. Ведь по сценарию этого замечательного драматурга Григория Горина были поставлены вот эти фильмы, все его знаменитые. И как удачно все это удалось ему воплотить. И ведь это была сатира не просто над Королем, которого он показывал, это была сатира над сегодняшней действительностью. И не только над Советской, даже сегодня, когда смотришь все эти фильмы, там «Обыкновенное чудо» либо тот самый Минхаузен, то ты понимаешь, что это вот про нас, про нашу сегодняшнюю жизнь. Андрей, интересно, а как вы расцениваете политическую позицию Марка Захарова? Он же всегда поддерживал «Единую Россию» Владимира Путина. Действительно, такой грешок был за Марком Анатольевичем. И он входил в какие-то предвыборные штабы «Единую Россию» и прочее. Но, как вам сказать, Марк Анатольевич Захаров, я убежден, он прекрасно понимал, что там происходит и прочее. Но для него вот эта поддержка «Единой России» и Владимира Путина, это то же самое, что название «Ленком», «Театр Ленинского комсомола». Никакого «Ленинского комсомола» на сцене там не было. Там была вот свобода, там было инакомыслие, и никакой советчины на сцене не было. То же самое и сейчас. Вот в путинское время никакой поддержки Владимиру Путину и «Единой России» на сцене «Театра Ленинского комсомола» просто не было. И он даже сам над собой стебался. Для чего он это делал? Для того, чтобы сохранить театр. Потому что он понимал, что если вот сегодня он там перестанет это поддерживать или просто уйдет на пенсию, то в театр могут прийти варвары. Мы прекрасно знаем, кто сегодня возглавляет Министерство культуры. Вот этот псевдопатриотический господин Мединский, со своей такой лживой позицией, который готов реабилитировать всех этих Сталиных и так далее. И Марк Анатольевич это прекрасно понимает. И мы видим сегодня, как глумятся над театром «Хат» имени Горького, где Татьяну Васильевну Доронину убрали на должность почетного президента, и пришли вот эти варвары, я бы сказал, такие как Захар Прилепин или Эдуард Баяков. И теперь ставят вот эту патриотическую ложь. Псевдопатриотическую ложь, я бы сказал. И Марк Анатольевич, конечно, не мог допустить, что при его жизни театр Ленком был так опорочен и осквернен вот этими негодяями от Мединского. И для него было важно, пусть этот театр был законсервирован. Театр, да, нужно признать, что Марк Анатольевич последние годы очень тяжело болел. И его театр не был вот таким значимым, культовым, как он был, допустим, 10-20 лет назад. Но в то же время осквернять театр Ленинского комсомола, при том человека, который является одним из самых главных, ключевых фигур этого театра, который сделал Ленком таким, каким мы его знаем, это было бы просто недостойно. И он был вынужден до последних дней, цепляясь вот за любую возможность, вписываясь в Единую Россию, в доверенные лица к Путину, чтобы сохранить театр от уничтожения и, самое главное, от осквернения. Я очень, конечно, переживаю за судьбу Ленкома, но надеюсь, что театром будет руководить достойный человек. Понимаете, эту же позицию занимают многие художественные руководители, вот такие возрастные. Они не уходят на пенсию не потому, что хочется до гробовой доски руководить театром. Нет. Их главная миссия, вот в эти тяжелые времена, я бы сказал, смутные времена, непонятные времена, важно сохранить театр и оберечь его от осквернения. И поэтому Галина Борисовна Волчек на инвалидной коляске, и поэтому Александр Анатольевич Ширвиндт тоже в свои 85 руководит театром сатиры, ну и другие-другие мастера, которые стараются это удержать, не отдать театр в руки варварам. И у Марка Анатольевича Захарова, как мне кажется, была такая позиция, что вот теория малых дел, для меня важно, вот, чтобы на сцене моего театра была свобода. Да, я сегодня впишусь там в путинскую команду, но при этом на сцене будет свободный театр, на сцене будет настоящее искусство. И не варварство, не осквернение театра, а именно настоящее искусство. И с этой миссией справился и он, и Олег Павлович Табаков, несмотря на то, что, да, они подписывали там какие-то письма, да, несмотря на то, что они что-то поддерживали. Это люди советские, они так приучены, потому что они жили вот в той системе ценностей, где необходимо пробираться через вот эту диктатуру, через вот этот авторитаризм пробиваться настоящему искусству. И у них это всегда получалось все эти годы. И, возможно, я так вам скажу, они и не представляли другой жизни для себя. То есть они по-другому не умели. Для них это было важно, для них это было как такой квест, как оградить свой театр от вот этих чиновников, при этом улыбаться им и говорить, ребята, я с вами, я там заодно... Ну, если прийти на спектакль «День опричника», то ты прекрасно понимаешь, что Марк Анатолий Захаров, он не с ними, он с народом. И когда приходишь на спектакли, допустим, которые ставились в «Мхате Чехова», у Олега Павловича Табакова, тот же «Богомола» ставил там «Идеальный муж» или «Братья Карамазовы», то ты понимаешь, что такой человек, как Олег Павлович Табаков, он допустил постановку этих спектаклей, потому что у него правильная гражданская позиция. То же самое я могу сказать про Марка Анатольевича Захарова. Это если в целом оценивать его фигуру, и не обращать внимания на все эти мелочи по поддержке «Единой России» и Путина, а это реально мелочи, если вот всю его биографию оценить, то это цельная, очень благородная и достойная фигура в театральном мире и в российском кинематографе. И как гражданин нашей страны это достойный и светлый человек. Вечная память Марку Анатольевичу. Анатольевича Захарова 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 Продолжение следует...